ДТП в Николаевской области Украины. За пострадавшими белорусами отправлены реанимобили. Снимал с крыши старое кровельное покрытие и упал с 5-метровой высоты. В Гомеле расследуется смерть рабочего. Монеты из частной коллекции. Сотрудники таможни пресекли контрабанду историко-культурных ценностей. Жили на широкую ногу. Правоохранители раскрыли мошенников, которые, подделывая документы, обманули десятки фирмы-клиентов. Контроль со стороны инспекторов и установка СКНО. В рейде с налоговой побывал Алексей Немкевич. Новое в налоговом законодательстве и методы борьбы с неплательщиками. По вопросам налогообложения поговорим с экспертом. А также лошадь в пивном баре и что может случиться, если заснуть на набережной. Не переключайтесь. И начнем выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. В Мозере 72-летний водитель автомобиля Дача Дастер, уходя от одного столкновения, совершил другое. Мужчина свернул навстречу, когда ему экстренно пришлось объехать автомобиль Рено, выехавший со второстепенной дороги. На встречной полосе водитель Дастера столкнулся с МАЗом. В результате от полученных травм скончался на месте. Погибшего пришлось извлекать спасателем. В Николаевской области Украины столкнулись микроавтобус и подъемный кран. Пострадали 6 наших сограждан и 1 украинец. Такая информация размещена на официальном сайте Национальной полиции Украины. ДТП произошло 4 октября в 4 утра на 290-м километре автодороги Одесса-Киев. Микроавтобус «Мерседес Принтер» с номерами Гомельской области въехал в попутно двигавшийся подъемный кран. Как сообщают украинские правоохранители, в авто находились 8 человек. После аварии один из граждан Беларуси пересел на попутку и уехал с места происшествия. О его состоянии ничего не известно. В результате столкновения пострадали семеро – шестеро белорусов в возрасте от 43 до 66 лет. В том числе водитель микроавтобуса, а также еще один пассажир – 30-летний киевлянин. Водитель грузового подъемного крана в дорожно-транспортном происшествии не пострадал. В Николаевскую область Украины отправились реанимобили, чтобы привезти в Гомель пострадавших в аварии белорусов. Планируется, что двое из шести травмированных останутся в украинской больнице. Их перевозить пока нельзя. С территории одного из предприятий железнодорожного района Гомеля в областную больницу был доставлен мужчина 1965 года рождения. Снимая шифер с кровли склада, плотник провалился и упал с 5-метровой высоты. Медики предприняли все возможное, но через несколько часов от полученных травм мужчина скончался. Следственным комитетом проводится проверка. Назначен ряд экспертиз. Предположительно, поджог мог послужить причиной уничтожения 12 тонн соломы в Хоникском районе, сообщили в МЧС. Пожар произошел в 2-х километрах от деревни Высокая. Возгорание было ликвидировано спасателями. Монеты 19 века не пополнили частную коллекцию гражданина Украины, который незаконно пытался перевести артефакт через государственную границу. Контрабанда была обнаружена таможенниками у пассажира поезда Санкт-Петербург-Киев, когда состав находился в пункте таможенного оформления Терюха. Начат административный процесс. Лобовое столкновение в Лельческом районе привело к смерти пассажира автомобиля Фиата. За рулем машины находилась 25-летняя девушка-водитель, которая из-за неверно выбранной скорости движения потеряла управление над своей машиной и выехала навстречу. В результате столкновения с автофургоном Ивека иномарка получила сильное повреждение. А эта 19-летняя девушка-водитель из-за неправильно выбранной скорости оказалась в кювете. Ее автомобиль стала заносить на трассе и в итоге отбросила за пределы обочины. К счастью, водителя, который, к слову, не был пристегнут ремнем безопасности, травмы оказались не смертельными. Девушку госпитализировали. В областном управлении Следственного комитета завершили расследование уголовного отдела о мошенничестве. В состав преступной группы, которую отличало четкое распределение ролей и обязанностей, входило трое гомельчан. Согласно материалам дела, фигуранты, используя бланки, реквизиты и печати, создавали подставные фирмы, которые далее регистрировались на посторонних людей. Нередко налит без определенного места жительства. Преступники тщательно конспирировались, они представлялись вымышленными именами и ездили на взятых в прокат престижных авто. В ходе расследования были допрошены более 150 человек, проведены десятки очных ставок. Сейчас дело передано в прокуратуру. Во всех странах уклонение от уплаты налогов – серьезное преступление. И в случае, когда суммы значительные, наступает уголовная ответственность. Правда, выявить такие нарушения не всегда просто. Зачастую это отнимает немало сил и времени налоговых органов. С приходом новых технологий этот процесс удастся существенно ускорить. Облегчит это жизнь и предпринимателям. Так не нужно будет ввести книги кассира, формировать и хранить контрольные ленты кассового оборудования, которые иногда достигали 5-6 метров. Так что же такое СКНО и когда оно появится во всех торговых объектах? Ответы на эти вопросы в репортаже Алексея Немкевича. Налоги и сборы являются основным источником пополнения госбюджета. Обеспечение поступлений в него – одна из приоритетных задач любого государства. Поэтому за исполнением плательщиками обязанности платить налоги контролирующие органы всегда следили довольно строго. И с недавнего времени делать это стало гораздо проще. В стране идет активное внедрение систем контроля кассы и установка СКНО. Такое оборудование уже можно встретить, например, в такси. Наш автомобиль оборудован таксометром, который при посадке пассажира считает проезд человека, после чего выдается кассовый чек, который через СКНО попадает в налоговую инспекцию. Также благодаря этой системе можно проверить местоположение такси. Таким образом, если машина едет, а чеки не поступают, то у сотрудников налоговой это вызовет законный интерес. Чтобы проверить это на практике, мы с выбитым чеком отправились в инспекцию. До внедрения системы СККО, системы контроля кассового оборудования, работниками налоговых органов проводились контрольные мероприятия. На данном этапе с разработкой указанной системы мы в виртуальном режиме имеем возможность контролировать принятие денежных средств субъектами хозяйственной. Данный чек отображен в системе СКНО, а следовательно, с него будут уплачены все положенные платежи. Удобство пользования успели оценить не только контролирующие органы, но и владельцы торговых автоматов. К слову, они стали пионерами по внедрению. Именно на них и обкатывалась технология. Как оказалось, теперь им стало проще контролировать собственное оборудование и анализировать продажи. При помощи ЭЦП, это электронно-цифровая подпись, которая выдается в информационно-издательском центре, мы соединяемся со специальной программой, обслуживающей систему контроля налогового органа. Там видно по каждому автомату продажи, время включения аппарата, время отключения аппарата. То есть это все отслеживается в онлайн-режиме. То есть как только человек купил кофе, сразу в онлайн-режиме все это видно. О подключении к системе контроля говорит вот такая наклейка на автомате. Сам прибор спрятан внутри. Именно он и передает полученные сведения. Вы видите кофейный аппарат изнутри. Здесь засыпаны ингредиенты, соответственно, зерно, установлена вода. Также здесь установлен прибор системы контроля налогового органа, сокращенно СКНО. Отметим, что такое всевидящее око практически сразу дало результат. В целом по стране выручка от автоматов выросла в два раза, а такси в полтора. Сейчас система контроля работает и в магазинах. Отказались от введения кассовых книг, формирования и хранения контрольных кассовых лент. С учетом того, что срок использования кассового оборудования с установлением СКНО не ограничен. Такие кассы можно применять, пока они будут хранить свою работоспособность. В целом, еще с апреля этого года все юрлица в Гомеле, у которых есть кассовое оборудование, но нет СКНО, должны были заключить договор с информационно-издательским центром по налогам и сборам на его установку. В противном случае работу кассы можно считать нелегальной, а до 1 мая произойдет и подключение ко всей системе. Следующие все районные центры. Это так называемый, сейчас идет пятый этап. А шестой этап – это все райцентры, юридические лица, имеющие торговые объекты в районных центрах. Седьмой этап – это уже все юридические лица на территории Гомельской области, в частности нашего региона или на все территории Республики Беларусь. Отметим, что такие нововведения – не единственное, что изменится для бизнесменов. С января следующего года страну ждет новая редакция налогового кодекса. В нем разработчики постарались стимулировать уплату налогов и предупреждать нарушения, а не наказывать бизнес рублем. Как показывает практика, санкции за неуплату налогов зачастую не соответствуют тяжести нарушения. Алексей Немкевич и Евгений Макеенко – специально для программы «Дефакто». О нарушениях в сфере налогового законодательства, о проблемах борьбы с неплательщиками и новом в налогообложении поговорим сегодня с заместителем начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Дмитрием Дайнека. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Николаевич, а какие же нарушения среди неплательщиков наиболее популярны на сегодняшний день? Ну, по-прежнему у нас устанавливается незарегистрированная предпринимательская деятельность. Выявляем также нарушения в порядке использования и эксплуатации кассового оборудования, торговых автоматов. Также в сфере контроля за подакцизными товарами у нас устанавливаются нарушения. Но, к счастью, наверное, количество таких нарушений уменьшается с каждым годом. Система контроля кассового оборудования сейчас активно внедряется на территорию Гомельской области. Это попытка уйти от очных проверок и сделать бизнес более прозрачным? Ну, да. У нас, получается, с 2012 года в Республике Беларусь активно стала внедряться новая система, наверное, основанная на современных течениях, современном уровне жизни. То есть мы уже, наверное, не можем принимать выручку, как это делалось в старинке, либо обменивать товар на товар. То есть уже мы должны идти в ногу со временем, современными технологиями. Поэтому вот с 2012 года у нас именно основанная на современных технологиях начала внедряться новая система. Сначала это была система СКТА, это система контроля торговыми автоматами, которая позволяла контролировать выручку. Эта система устанавливалась, то есть средства контроля налоговых органов устанавливались в торговые автоматы. И в режиме реального времени налоговая инспекция и субъект хозяйствования мог видеть процессы, которые происходят вот с его торговым автоматом. То есть это и прием наличных денежных средств. И работа, либо не работа этого автомата. Налоговым инспекциям это еще помогало контролировать субъектов, где они находятся, по какому адресу размещен торговый автомат. Ну, самые яркие примеры торговых автоматов – это кофейные автоматы. Что касается СКНО, до которого времени они должны будут быть установлены в торговых объектах города Гомеля? Ну, то, что касается СКНО. Значит, первый этап – это 2012 год – это была средства, система контроля торговых автоматов. С 2015 года у нас стало внедряться средства контроля кассового оборудования. То есть основано также на дистанционном контроле за выручкой. Это установка средств контроля налоговых органов непосредственно с кассовыми аппаратами. С целью поэтапного внедрения этой системы, значит, установлены даты, до какого субъекта предпринимательской деятельности должен заключить договор и с какого он уже не имеет права осуществлять деятельность без применения средств контроля налоговых органов. То есть график размещен на сайте налоговых органов. Мы этот график доводим до всех субъектов различными способами и в СМИ, и индивидуально. То есть если это в 2015 году первыми у нас стали применять эту систему автозаправочные станции, в 2016 у нас уже подключились такси, то сейчас у нас подключаются субъекты хозяйственные, которые размещены в городе Гомеле, в иных населенных пунктах. То есть за следующий год планируется, что все субъекты, имеющие кассовые аппараты, подключатся к системе контроля налоговых органов и будут осуществлять деятельность уже с помощью этой системы. Какие процедуры призваны упростить систему контроля налоговых органов? Данная система контроля налоговых органов, она удобна и, ну, предназначена, да, правильно вы сказали, упростить, наверное, и одной стороне, то есть налоговым органам, и второй стороне самому плательщику. То, что касается налоговых органов, да, то мы видим, где субъект находимся, подключен, не подключен, как работает его кассовый аппарат, как принимается выручка. То есть мы со своей стороны можем проконтролировать, вывести какую-то статистику и сделать определенные выводы в дальнейшем сопоставлении отчетности, которую предоставляет субъект. То, что касается непосредственно субъекта предпринимательской деятельности, то он может контролировать, во-первых, своих работников, подключившись к этой системе и также, как мы анализируя, допустим, посменно, как у него один работник хорошо работает и принимает, и у него выручка там 2 рубля, а у того, кто на его смену приходит, рубль или вообще нет. То есть есть определенные моменты, или вот как сейчас у нас, наверное, яркий пример, да, маршрутное такси. Да, еще у них не настал срок подключения, да, окончательный, но уже добровольно в городе Гомеля два субъекта хозяйственного у нас подключились к этой системе именно с целью самоконтроля, чтобы контролировать, как его машины ездят, как принимают выручку и делать выводы уже по своим работникам. Поэтому здесь обоюдный интерес и налоговых органов, и субъекта хозяйственного. В перспективе планируется усовершенствовать, доработать эту базу, чтобы каждое физическое лицо имело возможность проверить любой кассовый чек уже онлайн, через интернет, посмотреть, легально это кассовый чек или нет. То есть, как такой общественный контроль. Давайте поговорим о неплательщиках. Наверное, эта категория людей была, остается и, наверное, еще и будет. Как работаете с ними? То, что касается неплательщиков, да, ну, хочется сказать, что все-таки у нас добровольное поступление – это основа и бюджета, и нашей области в частности. То есть, 96% у нас поступает в добровольном порядке. У нас сокращается количество проверок, количество выявленных нарушений. Налоговые органы вообще переориентировались на дистанционный точечный контроль. То есть, мы вот с помощью разных баз данных, разных механизмов, которые имеются в налоговой инспекции, мы осуществляем большой объем аналитической работы. И уже выходим на проверки точечно, и проверки делаем точечно. То есть, имея определенные веские основания для совершения этих проверок. Абсолютно верно. И если у нас имеются какие-то расхождения, мы вначале предупреждаем, мы вначале пишем уведомление, что вот у вас есть какие-то нюансы, которые вы можете исправить. То есть, тогда плательщик понимает, что он что-то недоплачивает, нарушает. Он либо нам поясняет причины, либо устраняет самостоятельно. Я знаю, что основной сегмент людей, которые все-таки не желают платить налоги, это те люди, которые осуществляют свою деятельность на территории нашей страны, но не зарегистрированы. Как работаете с ними? Основную массу выявленных нарушений мы устанавливаем в розничной торговле. Ну, конечно, это сеть интернет. Торговля через сеть интернет, объявления, то есть, проходит анализ, мы выявляем. Дальше это перевозка пассажиров автомобилями такси. Потом в сфере подакцизной продукции, заготовки и сбора лома черных и цветных металлов. Ну, вот такая вот иерархия, наверное, нарушений. Но радует, что 60% выявленных нарушений люди допустили впервые. То есть, это не злостные неплательщики, скажем так. Это впервые они ограничиваются предупреждением и однократным налогом. Люди осознают этот момент и уже принимают какие-то дальнейшие действия. То ли регистрируются, то ли начинают платить налоги по заявительному принципу. В отношении второй категории, это 40%, которые по вторнике. Вот, конечно, мы с ними пытаемся работать более плотней, потому что это уже считается злостные нарушители. Раз они первый раз не поняли, второй раз не поняли. Вот тут идет активная работа налоговых органов и их контроль в дальнейшем. Те люди, которые занимаются незаконной перевозкой спиртосодержащей продукции, очень часто вашим ведомствам выявляются такие факты и наверняка принимаются меры к нарушителям. Эти меры точно такие же, как вы описали ранее, вот в предыдущем вопросе? Значит, меры по подакцизной продукции радуют, что, конечно, нарушений в разы меньше. Только вот в этом году 49 нарушений, то есть намного меньше. Если сравнить, допустим, с прошлым периодом, это насколько меньше, чтобы аудитория понимала? 229 было в прошлом году. 48, 49 и 229, ну вот, намного меньше получается. Меры ответственности большие за торговлю алкогольной продукции, контрафактной продукции, потому что это все-таки здоровье людей, и, конечно, административным кодексом предусмотрены довольно существенные административные штрафы с конфискацией и так далее. Дмитрий Николаевич, я знаю, что в следующем году налоговое законодательство будет иметь изменения, во всяком случае ожидается, что будут изменения. Какого они будут характера, если вам известно, и кого они коснутся? Главой государства были поставлены задачи по корректировке налогового кодекса, четко были обрисованы, что там должно быть, чтобы законодательство было стабильным, понятным, простым. Поэтому с учетом этого была создана межведомственная рабочая группа в Минске. Туда вошли порядка 60 представителей из разных структур, то есть это и государственная структура, это и бизнес, которые анализировали предложения, анализировали каждую статью, вырабатывали какое-то общее мнение, потому что зачастую мнения не совпадали и были противоречивы. Поэтому группа очень плотно работала, очень много вопросов, которые они поднимали и приходили к консенсусу. Сказать, что будет в итоговом документе, наверное, преждевременно, потому что хочется все-таки уже, когда его примут, подробно рассказать об этом, обо всех изменениях, потому что изменения ожидаются как кардинальные, так и просто редакционного характера. Но вот этот либеральный подход к осуществлению предпринимательской деятельности, он сохранится? Ну, обязательно. Вы же видели, что главой государства даже в прошлом году было подписано ряд документов на упрощение ведения бизнеса. Это и по ремесленной деятельности, это и по изовительному принципу, то есть расширено множество видов, расширен перечень видов деятельности, которые физические лица, не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя, субъекта хозяйства, не имеют право осуществлять. По ремесленной деятельности это более 30 видов, и по заявительному принципу 30 видов. Много физических лиц стали платить налоги, то есть там уведомительный принцип, не подлежит регистрации, они стали платить налоги и встали на учет в налоговом органе, подали заявление на осуществление деятельности. Как сегодня органы налоговой инспекции помогают всем людям, которые только делают первые шаги в собственном бизнесе, и начинают лишь задумываться о том, чтобы самостоятельно зарабатывать деньги? Вы знаете, налоговые органы проводят очень большую разъяснительную работу с плательщиками всех уровней, и, наверное, мы это начинаем делать со школьной скамьи. То есть вот у нас традиционно заведено, что инспекции, работники инспекции ходят в выпускные классы, ходят в техникуме, в училище, в университеты. То есть мы рассказываем про налоговое законодательство, про важность налогов, про возможность осуществления в рамках действующего законодательства бизнеса путем регистрации, путем уплаты просто налогов, путем уплаты ремесленного сбора. То есть уже выпускник понимает, что он может делать, выйдя со школьной скамьи или с техникума, научившись строить, он может как-то начать осуществлять свой бизнес легально. Потом у нас идет активность сейчас в рамках первого декрета. Мы активно взаимодействуем с управлениями по труду, с исполкомами, то есть работаем по обучению тех лиц, которые встали в управление по труду, и там сформируются группы, желающих осуществлять деятельность, открыть ИП. Вот мы с ними проводим семинары, проводим лекции, потому что все-таки статус уже субъекта – это совсем другое. Тут человек, зарегистрировавшись, принимает на себя обязанность. Обязанность по ведению учета, по выбору системы налогообложения. То есть он должен обладать знаниями, прежде чем начать осуществлять свою деятельность. Поэтому прежде чем человек придет зарегистрироваться, мы, конечно, таким методом пытаемся ему донести, что он должен, как он должен, куда пойти, как зарегистрироваться, какую систему налогообложения выбрать. Ну и третий этап – это уже когда человек зарегистрировался, тогда мы уже непосредственно в налоговых инспекциях проводим семинары, беседы с вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями, субъектами. И там уже более подробно, в зависимости от их вида деятельности, от их системы налогообложения, проводим беседы, раздаем какие-то памятки. Дмитрий Николаевич, большое спасибо за конструктивный разговор. Далее в программе рубрика «Я очевидец». Наши корреспонденты подготовили для вас самое зрелищное – кадры происшествий и забавных видео со всего мира. Черябинские мусорные площадки заросли бытовыми отходами и испускают зловонный запах по всему городу. Ситуация осложнилась, когда власти отказались увеличить субсидирование услуг перевозчиков по причине роста цен за пользование загородным мусорным полигоном. Между администрацией мэра города и службами вывоза мусора разгорелся конфликт, заложниками которого стали все жители Челябинска. Сообщается, что компромисс найден, но фактически ситуация до сих пор не изменилась. Это экологический коллапс, пишут в интернете люди. Вот что может произойти, если помешать грабителям украсть две бутылки вина. В США магазинные воришки все чаще проявляют агрессию в отношении секьюрити. И, как видно, на этих кадрах готовы идти до конца. Мужчина, который спрятал в рюкзаке спиртное, напал на охранника, причем в стиле Брюса Ли. Чтобы наверняка свалить противника, в прыжке нанес удар ногой. Видимо, похмелье у грабителя было неслабым, раз он так яростно защищал свою добычу, пишут пользователи в сети. Не менее агрессивны покупатели алкоголя и в Мексике. Этот мужчина повалил продавца одним ударом, когда тот отказал ему продавать спиртное. Причем сделал это через торговое окно в двери магазина. Кадры успели запечатлеть очевидцей произошедшего. Горячие чилийцы не поделили дорогу. В Сантьяго в открытое противостояние вступили пешеход и автомобилист. Последний подъехал к пожилому мужчине вплотную, чем и вызвал его недовольство. Стычка закончилась веселыми покатушками. Автомобилист дал по газам, а пешеход лег на капот. Слез с него он только через несколько кварталов, когда в инцидент вмешалась полиция. В Перу очевидцы засняли, как оползень, сошедший в горах, подмял под себя грузовик. Эти кадры были сделаны на высоте в несколько тысяч метров над уровнем моря. Пассажиры и водитель грузовика успели выбраться из машины до обрушения и чудом спаслись. Осыпавшаяся горная порода завалила около 50 метров дороги. В Поднебесной сонный китаец свалился прямо в реку. Девушка начала снимать на телефон мужчину, когда тот заснул на невысоком ограждении, отделяющей русло реки от набережной. Протянуть несчастному руку никто не успел, и тот свалился в воду. Благо, нашелся сменчак, который прыгнул вслед и вытащил утопающего. Что стало причиной падения, алкоголь или сильная усталость, не сообщается. А эта девушка чудом выжила после падения с поезда. Инцидент произошел, когда состав двигался на скорости 120 км в час. Как известно в Индии, меры безопасности перевозок пассажиров, мягко говоря, никакие. Вот и свалилась 18-летняя девушка вниз, едва высунувшись из вагона. Ее поймал рядом стоявший мужчина, как раз в тот момент, когда проезжал встречный состав. Пощекотала нервы всем, особенно самой пострадавшей. Перепуганная лошадь врезалась в автомобиль. В США парнокопытная отвязалась от повозки и помчалась по улицам города. Правда, бежала лошадь недолго. Вскоре она ударилась о припаркованный Рено и застряла ногой в салоне, пробив лобовое стекло. А в Шантеле на севере Франции лошадь решила посетить пивной бар, расположенный возле стадиона для скачек. Животное ворвалось в заведение и повергло в шок не только клиентов, но и работников кафе. Все разбегались, как ошпаренные. Лошадь разбросала мебель, пробежала по всему бару туда-обратно и выскочила наружу. Как оказалось, нежданный гость участвовал в скачках и на кольцевом повороте сбился с маршрута. Субтитры предоставил DimaTorzok